Всем привет, с вами Андрей Санар. В это великолепное воскресное утро, наконец-то, открываю сезон на нормальном озере. А тут Бокоплав. И Бокоплав, а Голубев Вячеслав Владимирович. Голубев Вячеслав Владимирович. Вот, блин, хана водоему, короче говоря, это без комментариев. Хана водоему спортсмена профессионального запустил на, можно сказать, домашний водоем. Все, водоему кранты. Собираем лодки. Славы тут Покрафт чихонь. У меня тут тоже как бы Покрафт, но на самом деле это каяк или это каяк или Покрафт. Ну смотри, Слава, какая штука. Каяк и Покрафт. Правильный насосик. Два правильных насосика. Вот тут, друзья мои, вопрос классификации. Это является облегченной копией фиш каяка Эва. А это является с самого рождения Покрафтам чихонь. Ну если так смотреть, что это каяк, что это каяк. Можно, например, это считать Покрафтам, потому что по весу они одинаковы. Можно это считать Покрафтам. А вы как считаете, что это, Покрафты или каяки? Четырехчасничек под названием Ультиматум Х. Слава, вот смотри, ну вот что за дилетантизм, ладошечкой, если есть вот такая прекрасная лопата. На. У меня уже собранное весло. Так, у меня тоже, только я его взял, да отстегнул. Не так часто. Не такой каящный филмастер, как ты. Ну вот учись, студент. А вот я и учусь. Ну я же говорю, дилетант. Во, другое дело. И весло у тебя по-дилетантски развернуто, и держишь ты его не той стороной. Ну короче говоря, переверни его слева направо, во-первых. Вот. Во-вторых, сразу учись грести веслом с разворотом. Смотри, вот, видишь, у меня одна лопата вот так стоит. А вторая лопата вот так стоит. Ну вот, друзья мои, смотрите. Слава не докачал лодку на берегу. Она, видно, что есть наверху у нее залом, но геометрия эта при этом сохранена. Лодку-то геометрически не ломает. Она выглядит лодка-лодкой. Для того такие каяки созданы, в них не напрягаешься. Как же вы расслабляетесь, а не напрягаешься. Ветра сейчас почти нет, но это только почти. На самом деле это более чем достаточно, чтобы лодку поставила как надо. А ветер оттуда. Так что надо нам носом встать к берегу. Для этого точечка якорной оснастки перемещается вперед. Палочка Maximus Ultimatum X четырехчастная. С тестом до 16 мы кидаем 14, но с учетом приманки. Тут вес. Приманки уже за гранью теста. Ну вот, поехали. Кусь! Эй, зараза, сошел. Мелкий. На Тиогу! На Негрольную! Еще один красавчик. Но у меня камера была снята, поэтому его не заснял. Зато вот так могу. Ах, какой... Ах, какой молодец. Вот он уже в этих самых... В рыбьих вшах. А это значит, что он стоит. Малоактивный. Рыбья вошь на нем. Сейчас покажу еще одну интересную штуку. Это якорь-парашют. Он позволяет ловить в медленном дрейфе. Давайте попробуем. Сейчас он раскроется. Наверху находится поплавочек, который его правильно ориентирует в нужных слоях воды. Вот. Он раскрылся. И мой дрейф замедлился. А чтобы достать якорь, его вот так просто не достанешь. Если тянуть за черные веревки, ничего хорошего не будет. Но есть вот такая желтенькая веревка. Если мы за нее потянем, то якорь вот так свернется и не будет оказывать сопротивление. Весит этот якорь всего 200 граммов в сборе. Вот смотрите. Лодочка не докачана была на берегу. И она сохраняет ровную форму. Она не заламывается. Складочки появляются только сверху. Вот. У меня лодка накачана чуть сильнее. А диаметр баллонов у них одинаковый. У фишкаяка и у чхони. Вот. То есть этого диаметра хватает для того, чтобы держать геометрию. Вот смотрите. Никакого залома не видно. Только небольшие складочки сверху. У него примерно давление сейчас в баллоне не больше 0,1. У меня где-то 0,15. И у меня нет никаких складок. У меня он так туго надут. Не покрафтовая у него скорость. Не покрафтовая. Идет-то. Ого как. Я даже точку проскочил. Блин. Приманка размером с полу окуня. Так нет же. Все равно схватил. А погоди-ка, я спаль маленькую приманку поставлю. Да тут окуней полно. А нам что, окуни нужны? Эй, эй, эй. Нет, не окунь. Он что, на меляке что ли весь? Ха-ха-ха. Ай, блин. Ну и до свидания. Ну, он видел? Ну, полкило... Вот примерно полкило и есть. Вон, вон, судака поймал и фотографирует. Наверное, для того, чтобы судак казался больше, чем он есть. А там он такой. На полкило. Больше, чем он есть. А казался нормальным. Казался нормальным. Вот так вот мы немножко перехлестнулись. Крючок попал четко в застежку славянного випчика. Вообще так вот. Ну, вон, слава, даже с его никакой техникой гребли и то против ветра. Уверенно на чихонь чешет. Так что чихонька по крафтику очень хороший, очень ходкий в условиях ветра. Ну, про фишкаяк вообще молчу. Эта форма уже годами проверена. Против ветра фишкаяк, конечно, прорубается вообще замечательно. То, что я сейчас вот чихонь догнал, это только из-за того, что слава грести не умеет. Рука выпрямляется и фактически бьет в центр морды перед тобой. Смотри, вот. Раз, раз, раз вот туда бьешь. И тогда у тебя грибок будет мощный, пробивной и грести легко. Вот, корпус у тебя вот таким движением работает. То есть у тебя гребет корпус, а не руки. Тогда все правильно будет. Я уже приплыл. А слава еще гребет. Ну, ему еще тренироваться и тренироваться. Все, я приплыл. Остойчивость фишкаяка, Эва. Моральная остойчивость? Нет, ну тут многие говорят, ой-ой-ой, на байдарке перевернуться можно. Вот так вот гнем стабилизаторы. Ногой его попинать, ничего с ними не случится. Вот такая славная поездка получилась. Рыбы не очень много, но погода прекрасная. Ни жарко и ни холодно. На байдарочках или по крафтиках походили. За рыбку немножко подержались. Дэмилия есть кренка. На байдаре. В Painтик. Рыбку. Рыбку. Хочу, 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 не знаю куда Хочу, хочу, чтобы это было всегда Сильней, сильней, лишь только зубы сомкну Но я назад не поверну Пусть, пусть дорога вдаль бежит Грусть, пусть на сердце не лежит Мне все на свете по плечу Из песни этой качу по свету Качу, качу, куда хочу Из песни этой качу по свету Качу, качу, куда хочу Почитай мне роман, а потом я сама А все у нас правильно, дружная семья Ты б с призванием мое, что мы делаем вдвоем Но мне нужно лишь бы были вместе ты и я Женское счастье Мы, милый, рядом Но вообще ничего не надо Женское счастье А у Тани-то... Ну, Сенка слабоватый, да Вообще, она, да, ну... А вот у Апиной, блин, голосище Иностранец и не сын Миллион мера Бог, галтер он простой, да ну и пусть Бухгалтер, милый, милый мой бухгалтер Вот он такой, такой простой бухгалтер Милый, милый мой бухгалтер Зато родной, зато весь свой Слушай, тихо сейчас Вот так вот с песнями, шутками и прибаутками Мы почти уже приехали в город И репортаж можно заканчивать С вами был Андрей Сонар Всем пока!